Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами приступим к изучению социальной сети Одноклассники. Эта сеть, хотя несколько специфическая, то есть она в основном предназначена больше для дружеского общения, то есть изначально она не задумывалась как средство заведения деловых контактов, как средство продвижения чего-либо, то есть изначально она не задумывалась как она сложилась таким образом, что в этой социальной сети преобладает просто общение между друзьями, но никто вам не мешает использовать эту социальную сеть, чтобы опять же завести деловые контакты, скажем, с какими-то людьми, найти их, подружиться с ними, изучать их материалы, написать им и так далее, и так далее. То есть, естественно, в данной сети все эти возможности имеются и вы можете их использовать. Хотя эта сеть и появилась в России в числе первых, но она не утратила своей исконной популярности. То есть даже сейчас, по прошествии определенного количества лет, когда набрал силу и сеть ВКонтакте, и Фейсбук и так далее, имеется в виду на просторах русскоязычного интернета, но тем не менее социальная сеть Одноклассники остается одной из самых популярных в России и странах СНГ. Итак, использование данной сети начинается, как всегда, с регистрации. Регистрация здесь бесплатная и открыта для всех. То есть вам просто нужно перейти на сайт одноклассники.ру и нажать кнопку регистрации. Здесь вам необходимо будет ввести информацию о себе, желательно вводить правдивую информацию, конечно же. Это ваше имя, ваша фамилия, пол, дата рождения, место, где вы проживаете. И также вам необходимо будет выбрать свой логин, по которому вы будете получать доступ в эту социальную сеть. Это уникальное имя, которое может содержать только латинские буквы, цифры и специальные символы. Поэтому выбирайте здесь название. Если вы начнете сюда печатать какие-либо символы, то автоматически сеть будет вам выводить подсказки, что логин слишком короткий или недопустимые символы содержат, либо же он занят, или он свободен и так далее. То есть проверка ведется автоматически. Также вам необходимо будет выбрать пароль. Насчет пароля рекомендации особые, то есть здесь я вам рекомендую выбрать как можно более стойкий к взлому пароль. Почему? Потому что социальная сеть Одноклассники в числе прочих социальных сетей отличается тем, что ее аккаунты достаточно часто взламываются. Либо же по заказу со стороны кого-то, какими-то злоумышленниками, либо же со стороны хакеров, которые делают массовые атаки и извлекают информацию какую-то конфиденциальную из аккаунтов. Поэтому лучше выбрать как можно более длинный пароль. Я рекомендую не менее 10 символов, чтобы ваш пароль обязательно включал латинские строчные и прописные буквы, цифры и хотя бы несколько специальных символов из числа вот этих. Такой пароль будет достаточно трудно взломать. Естественно, здесь вам нужно обязательно прочитать регламент пользования сайтом. Вам необходимо его открыть. Почему это делается? Потому что когда вы открываете аккаунт социальной сети, вы там имеете возможность публично публиковать какие-то материалы. Естественно, вам нужно знать, какие материалы вы можете публиковать, какие нет и быть осведомленным о правилах данного сервиса, чтобы ваш аккаунт не закрыли, не заблокировали и чтобы вы не нарушали своими какими-то действиями текущее законодательство. Так что же, после этого вы нажимаете кнопку зарегистрироваться и уже после этого окажетесь на главной странице социальной сети Одноклассники. Об этом мы с вами поговорим в следующем уроке.